Добрый вечер всем нашим зрителям. В эфире программа «Доживем до понедельника» и в студии, как обычно, Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Ирина Кальянова. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня с телефонной связью. Я надеюсь, она будет работать на протяжении эфира. 370-3101 – это наш прямой телефон. Всю программу он работает. Мы, как обычно, ждем от вас связи, ждем от вас участия в обсуждении наших тем и, возможно, вопросов. Попытаемся на них ответить. Звоните, пожалуйста. Что не исключает еще более комфортную и уже точно надежную и более вечную связь, как Facebook, страница программы «Доживем до понедельника». Я надеюсь, сейчас выведут еще раз страницу нашу, куда можно в режиме прямого эфира задавать нам каверзные вопросы. На наиболее каверзные мы ответим, а на наименее ответит один из нас. Одна из нас. Одна из нас. Или никто. Или никто. Начнем по-видимому. Отвечает тот, кого встречает среди. Больше, мне кажется, движемся к пониманию нормальной страны, потому что вот новое правительство появилось. И мигрируем что-то? Нет. Ну, появилось новое правительство, а как бы вот какого-то такого желания поговорить об этом, ну, появилось и появилось. Да, вот как-то правда не хочется говорить. Ну, не то, чтобы там не волнует, но волнует гораздо меньше, чем вот другие вещи. Ну, потому что мы две недели наблюдали за этим спектаклем, мы две недели наблюдали эти свары, разборки. И, по сути, вот для меня эта кампания по пересадке... Я думаю, мы наблюдали только надводную такую часть. Конечно, да. Я просто хочу... До того, как... Это пересадка одних министров из одних кресел в другие. Согласен. Вот Юлия Мостовая, ну, на мой взгляд, одна из все-таки лучших наших журналистов, аналитиков, вот в «Зеркале недели», она написала, что просто 14 апреля коалиция, состоящая из тех, кто не хочет идти на выборы, утвердила правительство, состоящее из тех, кого не жалко. Ну, то есть, в принципе, это, как бы, вот, по сути дела, смысл всего этого. Ну, она дальше немножко анализирует, кому интересно, может найти статью, но она пишет, вот, что Порошенко и Яценюк, они «одноклассники»-то в кавычках. Они начинали в одно время, их судьбами распоряжались одни и те же люди, они к одним и тем же целям шли примерно за одни и те же деньги. Вот. И, в общем, только когда надевали пиджаки, они становились оппонентами. А что касается Гройсмана, это уже немножко другой персонаж. И вот мне нравится, она пишет, что Гройсман – это типичный украинский куркуль. Вот. Да, что вот он очень цепкий, он очень упрямый, он очень дорожит тем, что он сделал сам. И поэтому, в принципе, может быть, он пока персонаж не такого масштаба, но могут быть, по крайней мере, это не все так прогнозируемо, что это человек Порошенко, и он будет делать все по указке. И главное, вот что мне нравится, это пишут, что это один из плюсов нынешнего правительства, что от них не надо ничего, от них никто ничего хорошего не ждет. И поэтому даже небольшой плюс – это, в общем-то, уже будет огромный плюс, потому что от нуля это как бы очень много. Вот. Но в любом случае, вот считает Мостова, я, в общем, с ней согласен, она больше в теме, что в любом случае это правительство, оно там, это каша, там разные совершенно персонажи, от реформаторов до таких людей, что, не дай бог. Но все равно это пока лучше, чем выборы, которые надо рассчитывать где-то вот в 2017 году, ну, в 2017, когда мы уже из фейсбучных партий станут нормальными, олигархи станут бизнесменами, и все станет у нас еще более готово для нормальной страны. И новое правительство уже вообще никого волновать не будет. Я не знаю, человек ли Порошенко, это… или человек ли… Порошенко ли, человек ли… Ну, Гройсман, как бы, и Гройсман. Факт тот, что, действительно, это же было, в общем-то, с определенным экшеном прошло, и Гройсман показал зубы, ну, точнее, я бы так сказал, Гройсман вынул зубы и показал их Порошенко, потом засунул их обратно на место, поставил. Позырем, его за что-то хвалят, за что-то ругают, мышь, у нас много в Виннице знакомых, его хвалят, и он сам себя очень сильно хвалят, наверное, пока что больше нет за что хвалят себя за Винницу. Кто-то наезжает, ну типа там шоумена, там Лещенко, вот еврооптимисты, что он английского не знает. А вот Иценюк прекрасно знал английский, что его не спасло. Нам нужно один человек, который знает английский. Я не буду углубляться, потому что количество экспертов там на улице, в сети, я думаю, уже зашкаливает. Я, по-моему, один остался не экспертом, может, подвечу вы, вот и оператор. Ну а что делать? Это важно. Но есть факт, непреложный факт, даже видеофакт, что Украина ждала Гройсмана, Владимира Гройсмана, даже звала на помощь, причем довольно истошно. Она только кричала, Володя Гройсман, Украина кричала, допоможить мне. Ну, не вся Украина, но отдельные украинцы. Например, вот недалее, как месяц назад, уже экс-заместителя госслужбы лекарственных средств Андрей Захараш, когда его пьяного патруля остановил, кричал, Володя Гройсман, допоможить мне. Он как чувствовал все. Давайте посмотрим этот пророческий момент месяц назад. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Есть 4 секунды, которые, боюсь, что ставят кресло. Та же учительница. Да, та же первая учительница. Внимание на экран. Лидером вины был в початковой школе. Вот ты поставил кресло этой учительнице. А ты заметил, что уже в детстве он был Володимир Борисович? Да, я раскопал. Я такой вот по Гройсману, я такой громадский контроль, раскопал вот это. Значит, ну поживем с Гройсманом, увидим. С Гройсманом. Или без Гройсмана. А я думаю, что главное в Гройсмане, это все-таки его фамилия. Насколько я знаю, Гросс, в переводе с немецкого, это главный. Вальсман Гроссман. Большой. Поэтому большой главный. Большой человек. Я не знаю, что скажет пани Меркель. Какие-то амбиции заложены. Поживем, увидим. Причем ключевое поживем. Ну, ключевое доживем до понедельника. Елена, что вы имеете, чем вы имеете поделиться? Я не знаю, поживем, увидим или нет, но лично у меня надежд на какие-то европейские реформы уже не осталось. Спасибо, дорогие телезрители. Было приятно. Зато будет очень приятно удивляться, когда все-таки что-то хорошее случится со стороны нашего правительства. Ну, поживем, действительно увидим. На самом деле, в последнее время я обнаружила такой неплохой способ, как понять, что делается в стране, а что, собственно, не делается. Вот совершенно, казалось бы, такие очевидные вещи, которые, на мой взгляд, должны быть такой ежедневной работой городской власти или центральной нашей власти, они у нас теперь стали инициироваться с помощью петиций. И вот за редким стечением обстоятельств они внедряются с помощью петиции. Ну, последним таким примером была вот тема с Вилкулом, с лишением звания. Ну, повезло. Здесь на самом деле все правильно, потому что это тема идеологическая, и вот с помощью такого ресурса решать идеологические вопросы – это нормально. Но когда коммунальные вопросы или вопросы законодательные какие-то решаются с помощью петиции, меня это, честно говоря, удивляет. Ну, вот я полистала сайты и местные, и украинские. И вот, например, петиция местная к местной власти с предложением штрафовать недобросовестных владельцев собак в Днепропетровске. Вот она набрала практически уже нужное количество голосов, там что-то около 900 из тысячи необходимых. И автор петиции считает, что нужно штрафовать очень большими суммами владельцев собак, которые там делают плохие дела на детских площадках. Ну, правильно ведь, да? Ну, удивляет, почему это инициатива только вот со стороны жителей. Это такие очевидные вещи, которыми должна… Собаки начнут собирать аппетитцию. Собаки собачьи аппетитцию. Штрафы абсолютно верны, и полиция должна этим заниматься. Так что, если еще вот есть желание у вас поддержать, там несколько десятков голосов еще требуется, возможно, ее рассмотрят. Посмотрим, кстати говоря. Проголосуйте. А вот на сайте президента есть такая интересная петиция с требованием отозвать из Венецианской комиссии депутата Сергея Кивалова. За то, что на детской площадке что-то плохое делал. Нет, он представляет Украину в Венецианской комиссии. Вот я поясню. Члены этой комиссии по просьбе правительств, членов Совета Европы, они готовят свою экспертную оценку законодательных текстов с точки зрения традиции на лучшее европейское право. И вот господин Кивалов, это тот самый Кивалов, который в 2004 году возглавлял ЦВК, и было множество обвинений по поводу фальсификации именно к нему. Ну да, мы помним, Педрахой. И то самое громкое название Педрахой, он сегодня по-прежнему со времени Януковича представляет Украину в этой комиссии. Опять и петицию рассмотрят? Ну, не знаю. Зато он глубоко верующий человек. Около тысячи голосов. Так что, если возможно, вы хотите, чтобы вас услышали, составляйте петиции, и если можно, поделитесь с нами опытом, отреагировали, нет, что с этим было, и какие темы вас волнуют, тоже можете писать нам. Очень интересно. Да, вот пишут, кстати, мне это тяжело дается, но тебе будет приятно, при всем твоем сегодняшнем пессимизме. Телезритель Анастасия Гречникова пишет очень важное сообщение. Лена, отлично выглядит. Спасибо. Хорошо. Уже платные комменты пошли. Теперь мы будем стараться соответствовать. Я хочу, ну, вот эта петиция, это же такой демократический способ, да, вот, а есть вот и другие форматы демократического волеизъявления. Например, была сессия, да, у нас на прошлой неделе. Очень коротко, очень коротко. Там, значит, для тех предприятий, которые вот там платили за землю 3%, они теперь будут платить 1%, а сэкономленные деньги потратят на зарплату своих работников, и все будет хорошо. Тысячи человек, вот, удовлетворили вопросы земельные, чего никогда не было раньше, то есть это тоже, в общем, для многих людей это реальное счастье, потому что с 2012 года люди ждали, пока решат их вопрос. А чего не решали? Ну, это к тем людям, которые не решили. Ну, как-то не решалась, это земля. Вот, избрали нового, значит, заместителя городского головы в связи с пакетным таким вот, как бы, договоренностями пакетными, Александр Шикуленко, я вот знаком с ним, ну, производит впечатление интеллигентного такого человека, юрист, педагог, будет заниматься, я так понимаю, гуманитарной сферой, дай Бог ему, чтобы все у него было хорошо. А место Погребова по-прежнему? А место Погребова вместе с Погребовым, это, как бы, это... Да, но там же первого заместителя не будет. Да, и вот в эти же дни состоялось обсуждение генерального плана Днепропетровска, очень важно, я думаю, что мы подробно будем за этой темой следить, но я вот крайне тезисно. Это четвертый генплан, и, в общем, вот, если с точки зрения транспортной, то предполагается, что Днепропетровск, это будет важнейшим центром коридора Европа-Азия. Как Стопов, правда? Да, да, да. Ничего себе. Значит, что железнодорожная и авто, значит, магистрали пройдут по южной границе, объединив там, включив южный обход и, значит, даже речпортаж, вот это все будет туда. Значит, что еще такого? Значит, по транспорту метро от паруса и до музейной, плюс укороченная ветка предполагается, значит, от проспекта Пушкина до начала Слобожанского проспекта. Но это при нашей жизни. Извините, это в каком веке будет? Я читаю пока и две, значит, этих канатных дороги, одна из центра на левый берег и от Победы до Тополя. То есть ты читаешь роман какой-то? Нет, я читаю то, что вот люди обсуждали. А почему? Давайте доживем. Да, это в конце концов. Будет же когда-нибудь какой-то понедельник, когда в аэропорту будет новый терминал. Лена, ты же мечтаешь об этом? И взлетно-посадочная полоса. Скорее аэропорта не будет. Значит, что и... Ну, в общем, короче говоря, да, и будет мусоросжигательный завод. Там каждые три минуты будут приземляться самолеты. Там мусором. Да, значит, и будут новые вот большие общественные такие центры. Один возле вокзала, один на Воронцовке, другой возле Бартоломео, на набережной. Вот, короче говоря, я просто вот рассказываю очень коротко и очень фрагментарно. А я более подробно в следующих передачах, потому что это интересно. Поэтому нам стоит жить в этом городе, что-то делать. Лена, друзья, коллеги, давайте не будем такими, как мы перед передачей. И включит, нас смотрят люди, ну что, они там, ну, 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 это им тяжело. Мы сейчас вот такие вышли, ой, дождемся, ой, дождемся. И взлетно-посадочная полоса, Лена, и ты пролетишь, куда захочешь. Из Запорожья. Давайте не будем такими полными придурками говорить. Друзья, у нас все хорошо, но давайте не будем такими, ой, доживем. А давайте звонок, давайте звонок послушаем. Есть у нас звонок. Вот сейчас оптимизм звонит, я практически уверен. Нет, вопрос, говорят, что вопрос. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вот вопрос такой, мы сейчас обсуждаем, я очень внимательно вас слушаю, люблю вашу программу, хотя она и новая. Спасибо. Люблю ваших всех людей. Но вот, наверное, другой вопрос. Сейчас бюджетникам не платят авару. Вот уже задерживается детским садам, школам, нет денег. Как людям проживать и жить в этих условиях. Люди рассчитывают эти копейки, а вам там где-то тысячу гривен, вообще общая зарплата где-то, ну, две, там, две с половиной. И вот ее сейчас задерживалось. Как быть? Знаете ли об этом наша власть? Знаете ли об этом? Это такой свободный вопрос. Спасибо. Нет, нет. Люди, которые работают, между прочим, с детьми, будут косвенно работать, вы знаете об этом. Есть ответ на этот вопрос? У меня нет ответа. Нет, но этот вопрос есть, что люди, которые, в общем, задерживают честно заработанную зарплату, они уроды. И с ними надо бороться по закону, потому что, на самом деле... А это уроды конкретно в каком-то одном заведении? Это уроды национального масштаба, городского масштаба. Я считаю, что, в принципе, это нарушение закона. Если руководитель предприятия не осуществляет выплату зарплатам, то это надо, в общем-то, дело доводить до суда. Я не думаю, что это директор школы. Какая разница? Значит, все равно должен быть, если люди честно заработали свою зарплату, они не получили, кто-то виноват в этом. И тот, кто виноват, он должен отвечать по закону. Я думаю, что я буду оптимистом в этом вопросе. Все-таки бюджет приняли не так давно. И в связи с тем, что его не принимали долго, возможно, вот эти задержки, они и как-то происходят. Ну, я не знаю. У меня знакомые бюджетники все получают. У меня тоже, действительно. Я не знаю, надо было... То есть это конкретный школьник? Что бы назвали? У меня тоже знакомые бюджетники, все, кто... Ну, как бы получить? Мало, это один вопрос. Сейчас же вот вопрос, опять-таки, тоже связан с деньгами, с выживаемостью. Это вопрос мафов. Опять-таки, острый вопрос. С ними давно не боролись, а бороться начали как бы резко. И действительно, это вызвало взрыв. Потому что много людей, которые и выживают просто, а с другой стороны, очень много интересантов в этом деле. Им очень много теневых руководителей. Вот этих вот вещей. И действительно, тема болевая, в которой нет, как горожанину, мне действительно, вот эта вот, ну, клака, она меня просто... Ну, как вот одна моя знакомая, соведущая программы, говорит, бесит. Но, с другой стороны, тоже вот этот вот болевой вопрос, они резонно говорят, а предоставьте нам то-то, предоставьте рабочие места и так далее. Но, во всяком случае, вот они на достаточно организованную перед горсоветом вышли демонстрацию. К ним вышел Руслан Мороз, который руководит этим... Департаментом торговли. Да, департаментом торговли. Вопрос пока не решается. На следующей неделе, насколько я знаю, выходят наоборот, горожане против мафов. Болевая тема. Каждый защищает себя. Я хотел бы немножко там показать, вот как надо защищать. Семью ли, мафию ли. Иногда это одно и то же. Короче, защищать. Надо защищать не по-детски. Точнее, по-детски. Вот в Китае. В Китае это тоже мафов касается. К бабушке китаянки, которая нелегальной торговлей занимала, пришли инспектора. Руслан Мороз. Пришли инспектора с обвинениями в нелегальной деятельности закрывать киоски. Ребенок, я не знаю, что там было, шаурма, кокс, не знаю, что. Но ребенок встал на защиту от своей бабушки. Эти кадры сейчас в Китае облетели интернет. Надо мне, сказали, говорить, внимание на экран. Внимание на экран. Ну, надо ждать китайцев. Не расстреляли ли мальчиков? Нет, нет. Они приедут сюда, и они защитят свои мафии. Давайте возьмем звонок телефона и с мобильного. Говорят, ждут. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня Виктор зовут. Я по поводу Гройсман хочу сказать. Думаю, что толку с него не будет, наверное, как премьер. Он нулил Верховную Раду полностью. Было там больше 300 голосов. В результате вообще не осталось ни коалиции, ничего. Думаю, тот же результат будет и в Кагмине. Долго он не продержится, ничего хорошего он не сделает. Будет тать под чужую зудку. Спасибо за ваше мнение. Ну, вот опять не очень оптимистичное мнение. К сожалению, но так складывается. А вдруг Гройсман возьмет, да и приятно удивить вас. А вот это очень сложно начинать что-то делать, когда уровень доверия крайне низкий. Я бы очень хотела, чтобы у нас в Украине доверие и к правительству, и к местной власти, и друг другу был безграничным. Я, например, привыкла доверять людям. Я всегда очень остро переживаю моменты, когда обман обнаруживается или кто-то обманывает. Я сейчас хочу показать фото одной моей коллеги-журналистки Анны Кудели. Она сейчас живет в Швейцарии. И очень такой интересный момент. Вот сейчас весна, все цветет вокруг. Тюльпаны, вот они проезжали по дороге, остановились возле тюльпанового поля и увидели. Маленький домик, в котором лежит там ножницы, секатор, бумага для упаковки и такая маленькая копилочка для того, чтобы положить деньги. То есть ты срезал себе цветочки, положи деньги столько, сколько ты считаешь нужным. Вот это вот уровень... Никто не крадет, никто не вытаптывает, никто не срезает. Вот это вот уровень доверия, который существует. Которому надо еще стремиться. А у нас выкапывают туи там каждый день и, не знаю, ловят, не ловят. Но мне бы очень хотелось, чтобы в Украине вот такая ситуация была. Да, потому что бывает и другой уровень доверия. Я вот приведу пример другой страны. Она несколько побольше, Швейцарии, и находится посевернее несколько. Там уровень доверия просто зашкаливает. Вот недавно состоялась прямая линия президента этой зашкаливающей страны, значит, Владимира Путина. А я не помню, какая она там по счету, он, по-моему, с 2001 года. Да, очередная. Значит, там 2 миллиона вопросов. Ну, в общем, какие-то там немеренные совершенно, так сказать, показатели. Потому что это все уже, ну, построено как очень такой серьезный индустриальный бизнес, составление вопросов, получение ответов. Один вопрос меня вообще умилил. Я не знаю, вот какие специалисты над ним работали, но он звучит так. Кого бы, Владимир Владимирович, вы решили спасать, значит, если бы тонули, Эрдоган или Порошенко? То есть это вопрос, значит, Путину. И Путин сказал, мы готовы протянуть руки к помощи тому, кто сам этого хочет. Если кто решил утонуть, то спасти его невозможно. Кстати, украинские каналы дали только вторую фразу. Первую фразу. Нет, а вот он целиком сказал, и Быков даже на эту тему, как бы по поводу утопания, он даже, ну, целое стихотворение успел сочинить, там вот такое, 4 строчки вот. Он все объяснил откровенен и прост, и смолк дрессированный зал. Не зря он когда-то, вступая на пост, она утонула, сказал. Да, ну мы помним, да, про эту лодку. Но я просто говорю, что беда в России, вот беда, к сожалению, это горько очень. Россия тонет, а Путин не тонет. Вот, и это вот, как бы, вот это вот драматическое противоречие, я надеюсь, все-таки оно разрешится как-то правильно. И уровень доверия будет такой, как Швейцария. Фиг с ней, я буду к другому более важным, даже доверие. Вот Гарик, Лена, приготовьтесь, я вас шокирую. Мы здесь, как бы, все женатые люди, но не перекрестные, не взаимосвязанные, но женатые люди. Ну и все. Но, тем не менее, наконец-то вынуждены исполнять люди. Нас это не касается, телезрительно важно, заповедь не прелюбодействует. Теперь мы обречены все на прелюбобездействие. Испанцы нам помогли в этом плане, они сделали гаджет, гаджет, который извещает о том, если в кровати, он для супруга предназначен, если в кровати, к вопросу о доверии, совершен, как написано там, незапланированный тип активности сексуального характера. Вот так вот. То есть он называется смарт-ресс или смарт-рац. То есть умный такой матрац. Там специальные датчики, уважаемые телезрители, которые способны анализировать давление тел на пружины, и скорость, с которой это давление осуществляется. И если вот эта вот так называемая активность подозрительна, то матрац посылает смс на смартфон одного из супругов. И Android, и iOS, все приложения, все учтено. Значит, наверное, проведено через Прозора, через Тендер, и все это уже можно в Испании приобретать. То есть приложение представляет собой что-то среднее, состоящее из спидометра и такой вот метрики интенсивности удара в минуту. Причем они собираются еще возможность визуализации туда добавить. Могут быть спорные моменты в заключении, скажу. Вот, допустим, Кальянова, например, спросит, а если ребенок захотел попрыгать на родительской кровати, например, да, а ей пришла смс, не ей, а человеку, который отправил, вот смс-ка, вот, ха, Елена, эти вопросы будут решены за счет системы анализа веса. У испанцев не все так слушано. А если ребенок толстенький? Так что, если что, покупайте. Меня единственное утешает, что они пока не пишут про смарт-столы, смарт-подоконники, смарт-гладильные доски и так далее. То есть, есть еще пространство для маневра и для доверия. У меня просто вопрос. Не, а такой матрас приобретается с обоюдного согласия супруга? Я не являюсь дилером компании смарт-раз. Да, иначе, как бы, оно не очень. А я так понимаю, что если семья вдруг многодетная, там не один ребенок, это там несколько, да? Вот вы видите, вы видите, как их можно оживить. То нужно покупать дополнительную зарядку к телефону. У нас осталось, я так понимаю, пара-тройка минут. У нас минуты три осталось. А, вот ты же хотела про флешмоб. Я хотел буквально коротко сказать, что меня очень удивил вчерашний флешмоб. Я, честно говоря, до конца не поняла вот этого появления очень многих людей, изображения людей с оружием. Я уже вот выяснила, что это было. Ну, честно говоря, вот как-то это страшно. Это же вторая поправка Конституции Соединенных Штатов, что люди, чтобы защитить себя в свободной стране, имеют право свободно использовать оружие. Но я хочу сказать, это анекдотический буквально случай. Я прочел в Одессе, да? Там девушка вышла из машины, и на нее напали шестеро налетчиков. Ну, чтобы отобрать, как она решила суть. Идет стоц, первый вопрос, бабушка, девушка здоровая. Но у нее оказалось, кроме сумки с деньгами, еще и травматический пистолет. Короче, она расстреляла всех шестерых налетчиков. Но не насмерть, нет, ну, конечно. Ну, так, до каких-то там трав, пистолетов травматический. Но ее стоц, девушка здорова, а налетчики кушают компот. Так что, на самом деле, может быть. Ну, нет, ну, на самом деле, очень многие люди действительно опустят. То есть, это может быть, как бы, тебе не близко. Мне это тоже, у меня нет фотографии, как бы, я один раз в жизни стрелял из автомата. А, нет, я стрелял из автомата, ну, когда военные. Ну, это страшно, особенно, когда женщины были с оружием, я не знаю. Ну, а, тем не менее, защищать себя, защищать столько орков вокруг. Вот сейчас вот выйдет, вы сядете в машину, а я пойду пешком по Плеханову. Сможешь стрелять. Мне надо запутывать следы, да. А у меня нет, кроме моего меткого слова и очков, и взгляда, и харизмы. Давайте быстренько один звонок и две минуты твои в конце. Нет, мне не надо здесь только. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Владимир. Да, очень приятно. Гройсман. В своих предвыборных выступлений Александр Вилку сказал, что в городе есть возможность на 40% снизить стоимость холодной воды. Ну, я имею в виду тариф на холодную воду. Нынешнее руководство что-то может сделать по этому поводу? Пообещать? Пообещать. И вот реплещущий, потому что я понимаю, там испанские матрасы, девушки обороняющиеся, это, конечно, здорово, но людей больше волнуются от тарифа, они, извините меня. Спасибо за вопрос. Я думаю, что нынешняя власть может пообещать тоже снизить цены на воду, как вот и Вилкул пообещал, так и нынешний. Я хочу немножечко все-таки сказать, я не буду вступать в полемику. Мы говорим о разных вещах, в том числе, и мы не можем 30 минут посвящать тарифам, мы говорим о том, о чем мы считаем нужным. Мы не можем совпадать в плане волнения, то есть идти... Не, ну это сильно, очень важно. Но это говорится и в других программах, и в куче других программах. Вопросы тарифов, это, безусловно, серьезные вопросы. Ну, рассчитывать, что позвонив в передачу, доживем до понедельника, вы эти вопросы решите, это несколько наивно. Достаточно ироничная программа. Да, но мы с вами в этом смысле союзники, и мы говорим о том, что тарифами надо заниматься. Не обещать, а заниматься. Ну, вот очень хорошо, что нам верят все-таки. Ну, есть верят, есть люди, то есть это жизнь, в которой есть место большему, нежели только полчасовая, да, безусловно, но нельзя вникнуть в проблемы. Я предлагаю заканчивать чем-то хорошим, прекрасным. Премьера состоялась и действительно событийно. Вот мы же сейчас же на недельный антракт уйдем. Я был. Да, Гельфер вот был, и я от него историю это услышал, она мне очень запала. Перед нашим антрактом история в антракте. И реально на премьере травят, и я действительно поздравляю и город, и театр, это действительно событие. Вот, в антракте к директору театра Шароварову подошел театральный критик Тулянцев, значит, и диалог критика, и директора просто вот такой. Ой, спасибо, такой прекрасный спектакль, такое хорошее настроение, Шароваров отвечает в своем стиле. Не спешите благодарить, может там еще в конце кто-то умрет. Вот, а мы будем спешить, благодарить друг друга пока и антракт. Потому что в конце никто не умрет, а все доживут до понедельника. Конечно, у нас целый недель. И хороших тарифов. Спасибо за внимание очень. Давайте вот на хорошем, правда. Доживем до понедельника, я надеюсь, будет больше хороших новостей, будет больше оптимизма в наших месседжах. Спасибо вам за внимание. Если мы будем хороши, может и новости получше будут. Пока. До свидания, спасибо. Спасибо. Костя, вы же хозяева. Со мной два хозяева.